Президенты стран Центральной Азии сегодня собираются в столице Туркменистана, чтобы обсудить ситуацию в регионе, совместную борьбу с пандемией, а также сотрудничество в различных сферах. Отдел информационной политики аппарата президента нашей страны сообщает, что Садыр Джапаров уже прилетел в Ашхабад для участия в консультативной встрече глав государств региона. Его сопровождает делегация из ряда министров и вице-спикера Джогарху Кенеша. Ожидается, что по итогам встречи президенты стран Центральной Азии примут совместное заявление. Планируется также, что Садыр Джапаров проведет ряд двусторонних встреч, также примет участие в работе экономического форума государств-участников, форума женщин-лидеров стран региона, а также выставках товаров национального производства и национальных блюд Центральной Азии. Ну а пока в Ашхабаде ожидается саммит президентов стран Центральной Азии. Турага Джогарху Кенеша, Талант Мамытов, а также депутаты Ханебек Иманалиев и Замирбек Эсенаманов сегодня в Иране принимает участие в официальной церемонии инаугурации нового президента этой страны Аятулы Сиеда Эбрахима Раиси. Перед этим Мамытов встретился с председателем парламента Ирана Мохаммад Бакер Галибафом. Как сообщает пресс-служба Джогарху Кенеша, в ходе дискуссии стороны выразили взаимную приверженность развитию торгово-экономических отношений между Кыргызстаном и Ираном, обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере туризма, инвестиций, медицинского туризма и инженерно-технических услуг. Первомайский районный суд столицы изменил меру пресечения бывшему депутату Равшану Джейнбекову. Его решением суда вновь взяли под стражу в СИЗО-1 Бишкека. Там он будет содержаться до 5 октября. Отмечается, что ранее в суд поступило ходатайство от гособвинения с просьбой ужесточить ему меру пресечения за нарушение условий домашнего ареста, за выход из дома после 10 вечера. В зале суда Равшан Джейнбеков признал нарушение. Политик сказал, что в тот день была аномальная жара и он вышел после 22.00, чтобы подышать. Джейнбеков попросил суд ограничиться предупреждением. Судья Азерет Медера в итоге удовлетворил ходатайство гособвинениям. Своё решение он обосновал тем, что Равшан Джейнбеков может скрыться от органов следствия, недопущением его ненадлежащего поведения, оказанием давления на свидетелей. Адвокат экс-депутата Замир Джоошев назвал решение суда необоснованным. И заявил, что срок домашнего ареста его подзащитного истек еще в апреле, и с тех пор вопрос его продления не рассматривался. Напомним, Равшан Джейнбеков проходит фигурантом дела по событиям в селе Койташ, которые произошли 7-8 августа 2019 года. Тогда он был задержан и водворен в СИЗО-1. В прошлом году после октябрьских событий политик вышел на свободу, а мера пресечения ему была изменена на домашний арест. Бывший премьер-министр Темир Сариев заключен под стражу до 30 сентября. Такую меру пресечения накануне вечером избрал первомайский райсуд Бишкека. Как отмечается в постановлении судебной инстанции, Сариев будет под арестом в СИЗО ГКНБ на срок до судебного производства. Напомним, экс-премьера задержали позавчера. По сообщению Госкомитета, он подозревается в том, что будучи министром экономики и одновременно председателем Госкомиссии по изучению деятельности компании Кумтор, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника на несколько миллиардов сомов, в результате чего государству был причинен колоссальный ущерб. Адвокат Темира Сариева заявил, что обжалует решение первомайского суда высшестоящей судебной инстанции. В Бишкеке чекисты задержали участников преступной группировки, организовавшей сеть из 15 вебкам-студий. Еженедельные теневые доходы только одной студии достигали 90-100 тысяч долларов, из которых лишь 5-10 процентов отводилось на оплату услуг работниц индустрии. Как отмечается в сообщении ГКНБ, в рамках следственно-оперативных мероприятий при распределении еженедельной заработной платы задержаны основные организаторы преступной группировки. В ходе обысков по местам их жительства и арендованных под студии квартир изъяты 27 тысяч долларов, предназначенных для оплаты услуг персоналу, компьютерное оборудование и предметы для предоставления интимных услуг в онлайн-режиме. Легализация преступных доходов происходила через покупку недвижимости и иных ценностей. По подозрению в легализации преступных доходов в ИВС ГКНБ водворен основной организатор сети. ГКНБ отмечает, что вебкам-индустрия в последние годы стремительно набирает обороты в республике, завлекая девушек высоким заработком. Последние становятся заложницами преступников, сталкиваясь с шантажом и угрозами. А свидетельством этому служат многочисленные преступления, включая самоубийство, изнасилование и другие виды насилия в отношении вовлеченных в незаконную индустрию, отметили в ГКНБ. Участковым милиционерам, возможно, разрешат расследовать экономические преступления. МВД сообщает, что по поручению зампреда Кабмина Ахалбека Джапарова, Министерство внутренних дел совместно с налоговой службой сейчас ведет разработку правовых актов по повышению статуса участковых. Они получат полномочия выявлять и пресекать нарушения в экономической сфере – лицензионной, разрешительной и других. Накануне состоялось первое заседание межведомственной группы. Как отмечается ранее, расследованием экономических преступлений занималась государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями, которая была ликвидирована в марте этого года с формулировкой, что ненадлежащей исполняла свои функции. Многие водители столичных маршруток не знают правил дорожного движения. К такому выводу пришли в ГОБДД после опроса водителей пассажирских микроавтобусов. Инспекторы сняли на видео блицопрос на конечных остановочных пунктах в Бишкеке. Водителям милиционеры показывали дорожные знаки и просили объяснить их значение. Многие из опрошенных неправильно назвали знаки, некоторые не смогли даже назвать элементарные знаки приоритета. Главная дорога и уступите дорогу. В ГОБДД отметили, что правильно все знаки назвал только один водитель, который за рулем с 1987 года. Остальным инспекторы посоветовали подучить правила дорожного движения и знаки. В ведомстве отмечают, что ролик был снят в рамках работы по профилактике аварий, в том числе смертельных. Подчеркивается, что цель такого опроса – нежелание поиздеваться над автомобилистами. Правоохранители считают, что другие водители, посмотрев эти кадры, перечитают правила дорожного движения. Ведомство пообещало в скором времени опубликовать вторую часть видео. Ведомство пообещало. Ведомство пообещало. Редактор с Faiz haben вFC и нашей-awаске съемки. Ведомство пообещало наслаждения ставить güvenшого эффекта. Этот под foreground Walnut производить пост фармальonne. не варта стоп лене гиргене вовы тянь джо лошадь мы бельбекин вон на битке аллаху мы он к емкость глинер запрещен на протоколу дивизионный бляса запрещен паза был чуть А это дорожная Ваш челе запишем Григорий? Ваш челе запишем? В Афган? Ваш челе запишем? В Афган, да? В Афган, да? Да В чем? С последствиями сошедших селей теперь борются в Красуйском районе. Накануне вечером кратковременные ливни спровоцировали сход грязекаменных потоков. По данным МЧС, они хлынули в села Башбулак и Харасугут. Затоплены несколько жилых домов, повреждены 8 километров внутренних дорог. В сети появилось видео, как сель уносит легкие строения. В зоне разгула стихий, как отмечается, для ликвидации последствий работает оперативная группа МЧС в составе 27 человек. Для очистительных работ привлечены один КАМАЗ, два водных насоса и два погрузчика. По 9-10 смертей в сутки коронавирус продолжает забирать жизни кыргызстанцев. За минувшие сутки, по данным республиканского штаба, от ковида скончались еще 9 пациентов. Всего же жертвами пандемии в нашей стране с момента ее начала стали 2372 человека. Что касается новых случаев заражения, то их число немного увеличилось по сравнению с предыдущими сутками. Если вчера Минздрав сообщал о 696 новых инфицированных, то сегодня их 840. Больше всего больных выявили в Бишкеке. В столице у 476 человек подтвердился ковид. А вот выздоровевших почти вдвое больше, чем новых заболевших. За истекшие сутки вылечились 1550 человек. Сейчас, по данным штаба, на стационарном лечении в больницах находятся 3306 пациентов, на амбулаторном 7629. По состоянию на утро сегодняшнего дня в больницах, где сейчас лечат коронавирусных больных, имеется 469 свободных койко-мест. За прошедшие сутки в стране от коронавируса вакцинировались почти 22 тысячи человек. 13 тысяч из них первым компонентом и почти 9 тысяч получили вторую дозу. Всего же, как отмечается в сообщении штаба, с момента начала кампании вакцинации полностью оба компонента получили свыше 132 тысяч граждан. А первой дозой привились более полумиллиона кыргызстанцев. О том, как работает вакцина, о влиянии прививки на иммунитет человека сегодня в ходе онлайн-брифинга рассказала руководитель отдела иммунопрофилактики столичного центра госсанэпидемнадзора Бурул Асахбекова. Каким образом действует прививка или вакцина? Прививка помогает выработать иммунитет посредством моделирования инфекции. Этот вид инфекции не вызывает болезнь, но он побуждает иммунную систему выработать Т-лимфоциты и антитела. Иногда после вакцинации мнимая инфекция может вызвать легкие симптомы болезни, как, например, повышенную температуру. Эти легкие симптомы известны явления, и можно и ожидать их появления в то время, когда организм занят выработаванием иммунитета, то есть это ожидаемые реакции. Когда минимальная инфекция пройдет, в организм останется запас Т-лимфоцитов, клеток памяти, которые запомнят, как можно побороть болезнь в будущем. Вместе с тем, чтобы выработать Т-лимфоциты и В-лимфоциты, после прививки организму обычно требуется несколько недель. Поэтому есть вероятность, что у человека, заразившегося незадолго до вакцинации, или сразу после вакцинации, развиваются симптомы болезни, и он заболеет, потому что у вакцины не было достаточно временно выработать иммунитет, то есть защиту. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, вакцину спасает жизнь от 2 до 3 миллионов человек каждый год. Успех программы по иммунизации зависит от высоких показателей охвата вакцинации. Вакцинация непосредственно защищает привитых людей, и косвенно защищает целое сообщество через обеспечение коллективной иммунитеты, поэтому снижает передачу и распространение вакцино-управляемых инфекционных заболеваний. В Министерстве образования рассказали, пойдут ли дети в сентябре в школы, или же опять им предстоят онлайн-уроки. Как отметила заместитель главы ведомства Надира Джусупбекова, есть два фактора, влияющих на возобновление обучения в новом учебном году в офлайн-режиме. Первый из них – это вакцинация работников Организации образования всех уровней. По данным Джусупбековой, прививку получили уже более 60% педагогов. Ранее Минздрав соцразвития говорил, что необходимо вакцинировать около 70%. По словам чиновницы, министерство проводит работу по вакцинации работников учебных заведений, но есть категория сотрудников, которым врачи не дают разрешение вакцинироваться. Второй фактор, по словам замминистра, – это эпидемиологическая ситуация в районах, где расположено то или иное образовательное учреждение. Решение учиться онлайн или офлайн, по словам Джусупбековой, будет принимать местный штаб. Чиновница добавила, что ее ведомство заинтересовано в возобновлении традиционной формы обучения. Меж тем, Министерство образования намерено ввести обязательный единовременный родительский взнос в школьные фонды. Об этом сегодня сообщил глава ведомства Болотбек Купешев. По его словам, родительские фонды при школах стали проблемой и больным вопросом не только для родителей, но и педагогов, которым приходится собирать эту оплату. Многие школы добровольные взносы превратили в обязательную, сами устанавливают размеры финансирования. Поэтому, по словам Купешева, Министерство предлагает ввести фиксированную сооплату раз в год. Пока условно рассматривается вариант, что в городах родители школьников будут платить фонды по 1 тысяче сомов в год, а в селах – по 800 сомов. Есть шанс еще на одну бронзу. Кыргызстанский борец вольного стиля Ая Лазарев сохранил шансы на медаль Олимпийских игр в Токио. Наш атлет выступает в весовой категории до 125 килограммов. И, к сожалению, в своей первой же схватке в одной восьмой финала уступил борцу из США Гейблу Стивенсену. При этом американец в четвертьфинале победил турка Таху Агуля, а в полуфинале – монгольского борца. Благодаря этому Лазарев получил шанс бороться за бронзовую медаль в утешительном турнире. Завтра он будет бороться с представителем Турции Агулям. Напомним, на Олимпиаде в соревнованиях по борьбе действует система выбывания, при которой спортсмены, уступившие финалистам, попадают на утешительный турнир, где борются за бронзу. Тем временем, кыргызстанцы своими постами и комментариями в соцсетях продолжают выражать поддержку и восхищение Айсулу Тыныбековой. Накануне наша спортсменка, к сожалению, в финальной схватке с минимальным счетом уступила своей давней сопернице из Японии Юкака Кавай, которую в свое время она побеждала, уложив на лопатки в рамках предыдущих турниров. Тыныбекова в Токио завоевала для Кыргызстана вторую серебряную медаль. Многие кыргызстанцы пишут, что эта награда для нашей страны дороже любого золота и искренне называют Айсулу настоящей олимпийской чемпионкой. Тыныбекова обратилась к кыргызстанцам в соцсетях, она поблагодарила каждого, кто ее поддерживал, пожелала успехов спортсменам, которым предстоит защищать честь нашей страны в ближайшие дни на Олимпиаде. Тыныбекова также написала о том, какие она эмоции сейчас переживает. По ее словам, ей хочется плакать, но слова поддержки делают ее сильнее и мотивируют. Накануне, во время церемонии награждения, Тыныбекова не смогла сдержать слез. Некоторые мировые СМИ назвали ее самой грустной спортсменкой на педестале. А вот Международная федерация United World Wrestling назвала Айсулу Тыныбекову, как и Мерим Джуманазарову, творцами истории. В копилке отечественной сборной есть серебряные медали Ахджола Махмудова, Айсулу Тыныбековой и бронза, которую завоевала Мерим Джуманазарова. Предыдущие три олимпийские награды, напомним, серебро и две бронзы, были завоеваны 13 лет назад, в 2008 году в Пекине. Мерим Джуманазарова Мерим Джуманазарова Мерим Джуманазарова